Всем привет, друзья! С вами Нильфгорн, и сегодня будет одна постройка в этой серии. Конечно же, это игра Scrap Mechanic, и постройка будет от NoName. Постройка была прислана ко мне в тему в группе ВКонтакте 3 июля. Теперь я буду стараться говорить даты, когда прислана постройка. И здесь, как всегда, наверное, что мне нравится в NoName, у него появилась такая традиция создавать своим постройкам истории. И не просто постройки делать, а именно карту, карту для приключений. И что же это такое? Нам конец, бежим! Как выяснила разведка, та диверсия с подрывом рельс была делом рук полуросликов. Они вели подготовку к наступлению. Сейчас бронепоэт уже входит в город коротышек, и мы ничего не можем поделать. Нам остается только бежать. Наши бойцы подорвали пути на подходах к городу, поэтому у вас есть немного времени для того, как бронепоэт продолжит наступление и захватит добычу ресурсов. Поэтому немедлите вам нужно сесть в поезд и перегнать его через горы по дороге, собрав ресурсы. Вот этот поезд, ребятки, давайте мы его сразу же осмотрим. Сделан прям, вот мне нравится очень передний вид, он прям вообще такой, ну, как бы, симпатичненький что ли, суровый какой-то, вууу, необычный. Кротышки, конечно же, подразумеваются, наверное, это наши, ну, собственно говоря, персонажи. Грузовой отсек, то есть такой довольно-таки достойный, да, огромный, притом он высокий, то есть здесь можно что-то высокое перевозить. И двухэтажный передний поезд, у нас здесь передний вагон, поезд. Так, у нас здесь была ванна, что-то типа такого, да, ну, туалет. В общем, можно ручки помыть. Дверей нету, и респект за это, то есть меньше FPS проседает. Сейчас же FPS 43, можно полностью насладиться постройкой. Это классно, на самом деле. И у нас здесь, ну, как бы, двигательный отсек, что-то типа того. Сердце, так скажем, нашего поезда. И давайте на второй этаж перейдем. Очень классно, кстати, заборчик сделан. Прям вообще цвет хорошо подобран. Так, сначала вот сюда вот пройдем. Здесь можно поспать. Два у нас здесь кабины нет. Два купе. Так, и здесь уже вот можно покушать. Я так понимаю, это место для вагоновожатых. Нет, стоп, для машиниста, да, то есть здесь можно посидеть. Это наш помощник и, собственно говоря, управление поездом. То есть при этом, при всем, мы можем от первого лица смотреть. То есть видно, ну, и как бы вот так вот. Загружать ничего не нужно. И посмотрите, вот там, вон, там, вон, есть вагон. И я понимаю, нам нужно вот проехать по этим рельсам и потом назад сдать, чтобы, ну да, как-то так. Давайте попытаемся. Управление очень такое странное. То есть у нас есть задний ход. Это на двоечку. И передний ход на единицу. То есть при этом, при всем, мы не можем управлять скоростью. То есть мы просто нажимаем и едем. При этом, при всем, нам нужно вперед сдать. И посмотрите, здесь развилка. Только я не понимаю, где надо будет поискать переключатель. То есть нам нужно проехать вперед, потом сдать назад. И вы понимаете, в общем, давайте аккуратненько, потихонечку, потихонечку, чтобы... Вот я вижу, что колеса там сейчас случайно... Вот я вижу, что колеса... Так, вроде бы проехал, да? То есть... Так, есть проезд. И последняя часть вагона должна проехать. Так, давайте посмотрим крепление развилки. Так, ребятки, вот я нашел здесь кнопочку, у нас есть. Вот, и все, в принципе, понятно. То есть теперь нам нужно сдавать назад. Давайте сдадим. Аккуратненько. Единственное, что я не могу следить, как там сейчас ведут себя колеса. Но вроде бы должно все нормально быть. Мы не будем стараться на больших скоростях проходить эти... Сейчас, ему потихонечку, 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 потихонечку. Так, вроде бы проехали самый такой страшный момент. Так, вроде бы приехали. Я уже буду сокращать запись. Я думаю, вы не будете против простой езды. Так, и соединение вагонов. Здесь такой, знаете ли, хитрый немножечко способ есть. Соединение вагонов. Во-первых, во-первых, нам нужно отсоединить вот эту часть. То есть, смотрите. Нам нужно вот так вот отсоединить. Теперь нам нужен сварочный аппарат. Берем сварочный аппарат. Вот так вот загружаем к себе. Ну, к примеру, вот куда-нибудь, ну не знаю, давайте куда-нибудь. К примеру, вот сюда вот. Загружаем эту часть, и у нас просел поезд. Так, но не беда. То есть, мы можем... Теперь нам нужно как-то вот эту часть. Так, стоп, нет-нет-нет-нет. Я вспомнил. Вот здесь вот есть крепление, которое нам нужно отсоединить. Так. Теперь как бы вагон встал на рельс. При этом, при всем, если говорить о вагоне, он довольно-таки круто сделан. Я представляю, сколько времени ноунейм потратил на то, чтобы вот провести вот эти вот балки. Хотя, может быть, и нет. Может быть, он просто сделал... Как бы внутри ничего нет. Давайте просто проверим. Да, внутри ничего нет. Все нормально. Я почему-то сначала подумал, что это прям все так, ну как бы... Ну так, каждая балочка почему-то проведена. Ну, не знаю, мне почему-то показалось. Так, здесь у нас... Воу-воу-воу. То есть, мы можем назад и чуть-чуть вперед, да? То есть, подать. Ну, как... Такое управление этим вагоном есть. То есть, это ресурсы дерева, сами понимаете. Вот теперь должно соединение произойти. То есть, мы берем вот так вот. И... Вот сейчас вот очень важно... Так, вот. Теперь получается. Я немножко приподнял вагон. И... И вот теперь сцепочка у нас получилась. То есть, смотрите, что получается. Давайте уберем, а то лагает прям. Вот. Все более-менее. То есть, сцепочка получилась. И теперь... Мы... Можем немножко даже... Назад тянуть, если что, можем. То есть, в принципе, как бы... Система работает. Все соединено. Теперь можно отправляться, наверное. Ну что ж, ребятки. Давайте поехали. Сейчас, если получится у нас, конечно. Очень так, он прям тяжело начинает двигаться. Так, я немножечко похимичил. И вроде бы система работает нормально. Теперь... Вот здесь вот давайте сократим скорость немножечко. Так. Оба-па-па-па-па-па-па-па. Вот видно, видно, да? Поломалось немножечко. Сейчас мы вернемся. Нормально будет сейчас все. Оп. Вот он почему-то заезжает. Давайте попытаемся проехать все-таки. Вот. Вот не хочет. Смотрите, он его сбивает, да? То есть немножечко выбивает вот это вот колесо. Видно прям одно. Не знаю уж почему. Ну ладно, сейчас вроде бы нормально будет. Наша задача как раз-таки собрать все ресурсы. Конечно же, обязательно, чтобы не достались нашему... Нашим врагам. И... Добраться до моста, после чего нам нужно его уничтожить, ребятки. И вот это очень такой важный момент. Так, вроде бы все. Вроде бы мы прорвались. Воу, сошел с рельсов вагон Немалых трудов мне стоило поставить его снова на рельсы Поверьте, на малом, на очень малом ходу будем сейчас проходить этот момент Ну, прям он мне совсем не понравился То есть слетает с рельсов почему-то Ну ладно, наверное, по-другому невозможно было сделать Прям вообще туго идет, туго очень Вот сейчас явно проходит, да, вот этот момент Передние колеса бьет, просто жесть, конечно Так, по-моему, еще одна часть поезда прошла Мы немножечко подгоняем его там, чтобы он прошел Так, и вроде вот сейчас проходит последняя часть поезда Я надеюсь, она пройдет нормально Этот момент, конечно, тяжеловат Так, ну что ж, наконец-таки мы отправляемся Неужели, ребятки? И дорога довольно-таки не близкая будет, я так понимаю Поворота приходится тоже входить не очень быстро, к сожалению Ну, черт, насколько же он потрясающий Мне нравится он, он офигенно выглядит Он офигенно смотрится Ну и давайте продолжим историю Коротышек Все-таки Сильным тоже не хочется разгоняться Особенно на повороте Придется так забавлять немножечко ход Прям медленно-медленно проходить Прям очень медленно, я бы даже сказал Так, вроде бы, вроде бы получается Вроде бы получается По-моему, сбавить Все, прошли вроде бы Вот теперь можно Нормально на всем ходу валить По крайней мере, прет нормально поезд Все, наконец-таки мы можем Проехаться нормально Отлично Что самое удивительное Ты не знаешь, что ожидать впереди Вот, когда создают такие карты Не знаешь, что ожидать по-настоящему Ты думаешь, что, как бы, ну, ты готов ко всему, да То есть, ты готов увидеть все, что угодно Но все равно Вот, я уже вижу, посмотрите Что-то там наверху То есть, нас что-то явно необычное ждет И Вот здесь вот давайте уже, наверное Сильно не будем в поворот Или пока еще можно нормально наваривать Вот здесь вот, наверное, нужно сбавить Давайте я, когда пройду поворот Вернусь Так, погнали дальше Ииии Что же это нас такое ждет? Серьезно Это что? Стоп Стопэшенька Эм Серьезно Давайте сбегаем Я просто вижу там что-то И мне интересно И страшно одновременно Просто я подсоединил последний вагон ФПС у меня просел в два раза Что же будет дальше? Ребят, посмотрите Здесь еще один вагон И его, похоже, нужно будет спустить Это необычно Это прикольно Но, черт возьми Это еще страшнее То есть Я с одним вагоном Кое-как Нормально себя веду Ну что ж Это задний у нас ход Так, понятно Забыл Да Сначала же вагон Нужно отсоединить И я боюсь Что сейчас Так прям Нет ФПС вроде бы нормальный Нормальный пока что Все нормально Поезд Ну поезд-то Так, это задний ход И передний Поехали Потихонечку Потихонечку Не будем торопиться То есть Это полноценная Карта С такими Прям Необычными Моментами Во-во-во-во-во-во-во-во-во-во Тут вот сказано Задний вход Включать При таких Поворотах Чтобы не упасть Вот что бы Такого Не произошло Черт Попытаемся Сейчас Восстановить Так Как-то вроде получается То есть давлю на задний ход, чтобы Сильно Не свалил Так, и как мне с этим поездом поступать? Объясните, пожалуйста Да как ты так посмел-то? Задний ход, ну кое-как Он, короче, не хочет спускаться По-моему, он сел чем-то Да, я понял, что происходит Вот, ребят, поезд сел Вот этой частью на рельсы И как бы он, ну, ни вперед, ни назад Ничего у него не получается То есть Ну вот, только единственный Назад он все уже не хочет Никоим образом Смотрите, в чем прикол Мне его похоже в любом случае Даже вот если просто пробежаться вперед Мне в любом случае придется Его как-то спускать И, скорее всего, домкратом Мне придется его перекидывать На свой поезд Потому что здесь тупик Здесь никаких приборов, устройств Ничего нет для того, чтобы Подсоединить этот вагон Так что в любом случае Мне придется его снимать Жалко, я хотел съехать на нем Прямо Резаться, так сказать Ну, в общем, давайте Отгоняем поезд вперед И ставим здесь Пытаемся подсоединить вагон Посмотрим, насколько фпс просядет Возможно ли будет вообще После этого еще играть При этом, что мне нравится То есть, можно вперед нажать И как бы мы еще можем Ну, побегать по вагону То есть Ну, как бы поезд управляется Сам немножечко Но не забывайте, что долго Так нельзя его оставлять Вы сами видели, что происходит Поэтому давайте Все-таки Ускорим этот процесс Ну, где-нибудь Вот на таком вот уровне Да Как-нибудь так, я думаю Сойдет Так, ребятки Давайте я все-таки покажу Попытаюсь, по крайней мере Показать сцепочку Так, мы давайте Значит, отсоединяем этот блок Вагон у нас остается висеть Так как вон там стоит домкрат Под ним Так, это мы сейчас Куда-нибудь отсоединяем Ну, к примеру Конечно же Складываем в вагон Хотя, кстати Я думаю Нет Давайте я немножко По-другому поступлю Совсем немножечко По-другому поступлю Мы его сейчас Вот так вот Вот сюда вот Прицепим Не хочу я с собой Этот кламбазить Ненужный Все Мы вот так вот цепляем Теперь мы Сцепочку делаем Значит Где-то Вот так вот И Почему Почему именно так Вагоны Но уже Все Сцепочка произошла ФПС просел до Пяти, ребятки ФПС Семь Еще один вагон Я не знаю Какой у компьютера У нонейма Как Я не знаю Почему у него не лагает Но у меня вот Семь фпс Сейчас Единственное Что остается Это переподключить Вот эту вот То есть Понимаете Да То есть Переподключить Эту систему Чтобы она работала То есть Вот мне Вот этот двигатель Нужно Вот так вот Сделать Теперь сделать Вот так Вот И Побежали 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 Бежим 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 Чтобы вагон Толкался Ну Намного лучше Как бы Намного лучше Ехал То есть Нужно Переподключить И Переподключить Эту систему Значит Нам нужно Знаете Куда А вот Куда 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 На По-моему На единичку Вот на эту Все Он сразу встал Все нормально Ну что ж Поехали дальше Ух Ребятки Я Ну в принципе Мы двигаемся В принципе Неплохо двигаемся Но как бы Все равно Опасно Скорость Такая Кстати С дополнительными Двигателями Скорость Конечно Такая Более Более Комфортная Становится Но вот Когда мы Начинаем Двигаться На полном Ходу Фпс Нормальный Еще Комфортный Ладно Живем Как говорится И что-то Я вижу По-моему Какой-то Сейчас будет Серьезный Разворот Или Что-то Типа Такого Ух Прямо Сейчас Кромку Мы проходим Да То есть Я надеюсь Все рассчитано Да У автора Посмотрите Там нереальный Разворот Сейчас будет И Что-то Мне Страшновато Потому что Ребят Ну Серьезно Эти Поворота Поезд Ну так Тяжеловато Проходит У него Постоянно Выстреливает Выбивает Или еще Что-нибудь Ну Короче Ребят Что-то Я немножко Пугаюсь Ну ладно Надеюсь Будет все Хорошо Давайте я Когда уже Начну Подъем Тогда Вернусь Ребята Я Я Я Я серьезно Я не знаю Какой Компьютер Он Но Нейма Вон там Вон там Вон я вижу Еще один вагон Ух И похоже Мне сейчас Нужно Аккуратненько Проехать Прямо И потом Вагон Приедет Вот сюда На место Где я Сейчас стою И потом Он подсоединится Как-то Это вроде бы Так должно Случиться И вот Здесь Вот такой Перемычка Которая Блин Я не знаю Почему так Лагает у меня В общем Серьезно Надеюсь Все будет Нормально Надеюсь Мы Сейчас Стоп Стоп Мы Уже Нормально Не заехали Я прям вижу Что мы Мы уже Как бы Все поломалось Блин Так Ребят Кое Как Я преодолел Эту часть Вот Серьезно Прям Было Тяжеловато У меня Сходили Пару Раз Колеса Ну Что ж Давайте Займемся Еще одним Вагоном Не представляю Наверное Железо Или еще Что-нибудь Какие Такие Ресурсы Будут Там Ну Что ж Давайте Сбегаем И посмотрим Где же Он там Находится Сейчас Я Прочитав Внимательно Немножечко Увидел Такой Комментарий От Создателя Если Из-за Длинные Составы Начнет Прилично Лагать То Можно Довести Вагон В два Захода Прицепляя По два Вагона За раз Ну Как-то Вот так Вот Да Вон Ребятки Посмотрите Где у нас Находится Еще один Вагон И Топливо То есть Цистерна Блин Как же Круто То есть Автор Постарался Он не только Создал Идею Он создал Еще И Сами Вагоны Они выглядят Потрясающе То есть Каждый Вагон Выглядит По-своему Очень Офигенско Так Здесь у нас Платформа Будет Да Чтобы Зайти Добраться К нему Это Офигенно Притом Посмотрите Идея Не просто Так То есть Он разместил Не в простом Месте Вагон С топливом А там Где Вот эти Баки Как бы То есть Антураж Игры Где Добавляется Добавляет Какие-то Баки Баки И еще Что-то Типа Такого Не представляю Будет ли У меня Нормально Все Но Сейчас В данный Момент ФПС Игры У меня 7 Если Судить По тому Сколько Жрет Каждый Вагон ФПС То Последний Вагон Сожрал Около Около 7 ФПС Так Что Я боюсь Что Когда я Подключу Этот Вагон А я Его Подключу Мне Просто Интересно То Наверное У меня Просто Либо Очень Сильно Будет Лагать Игра Либо Она Крашнется Или Еще Что Нибудь Вылетит Там Я не Знаю Ну Ладно Посмотрим Давайте Сначала Довезем Вагончик Довольно Таки Прикольно Сделано Конечно Но Посмотрите Я В принципе Вот таким Образом Могу Вагона Довести То есть Как бы Они же Едут Ну Да То есть Им не Нужен Локомотив Чтобы Дотянуть Их Это Довольно Таки Интересно Но Ну Жалко Вот Как же Жалко Что игра Сама Не позволяет Нам Возможности Насладиться Полностью Идеей Создателя Этой Постройки Да и Вообще Просто Создать Что-то Такое Создать Целый Город Представляете Или Что-то Типа Такого Потому что Я вот Вижу Рельсы Там Куда-то Вообще Нереально Куда-то Далеко Уходит Ладно Сейчас Скатимся Если у нас Получится Вроде бы Должно Получиться Вагончик То пустой Хотя Там Смотрите Кресло Есть Забавно Никакого Там Топлива И нету Да Типа Того Я Ну Так как Мы на Электрических Двигателях То разгона Не будет Так Здесь Аккуратно Нам Сказано Что Нужно Очень Аккуратненько Я надеюсь Болтанки Здесь нету Никакой Но В принципе Выбить Сами понимаете Может Как нефиг Нет В принципе Все отлично Ой Как мне страшно Я думаю Что конечно У меня не потянет Уже компьютер Эту Этот Этот вагон Ладно Давайте доеду И верну С этой стороны Кстати Поезд Ну то есть По крайней мере Этот вагон Вроде бы Себя ведет Нормально Или нет Или нет Нет Все равно Сходит Я Я забыл Нажать Знаете что Вот эту вещь Забыл нажать Вот здесь Вот Оооо Три фпс Вот это Жесть Я забыл Вот эту штуку Нажать здесь Вот Ооо нет Ну ребятки Я понимаю Что я вагон Наверное прицеплю Вагон Подцеплю Ну конечно Но вот С таким фпс Продолжать Ооо нет Ребят Серьезно Нет То есть Фпс Вообще Нереально Страшно Просел Он Чудовищно Я бы сказал Просел Нет Наверное Я не буду Подсоединять И мы продолжим Уже Поездку Без этого Вагона Жалко Конечно Что игра Не дает нам Возможности Осуществить Всю идею Полноценно Приходится Я уже тронулся Как видите Приходится Очень так Тяжеловато Разворачиваться Долго Так Переезжаем Конечно Перекресток Вроде бы Пока что Все хорошо На повороте На том На последнем Повороте Были проблемки У меня Вылетело Одно Из Колес И Пришлось Обратно Мучиться Довольно Таки Проблематично Здесь Поставить Заново Поезд На колеса Ну Как бы Ладно Понятно Что это Все таки Игра И условия Здесь не Очень Точны Для установки Особенно Таких Локомотивов Огромных При этом При всем Я так понимаю Что еще Будет Один вагон Ох Не представляю Куда Куда Автор Так много Их сделал Два Вполне Достаточно Было Но Это мое Мнение Конечно Я могу Здесь Ошибаться Вроде Вроде бы Прошли Да То есть Можно Уже Немножечко Так сказать Прибавить Давайте Стартанем Здесь У нас Сейчас Будет Подъем Я Надеюсь Что подъем Сделан Правильный И мы Сможем Ну Нормально Просто Можно Сказать Залететь Один вагон Когда Происходит То есть Мы Немножко Приподнимаемся Вот Там Могут Быть Проблемки Понимаете Что Сейчас Вот Если Здесь Где-то Вылетит Колесо Или Еще Что В этом Роде Вот Здесь Уже Будет Катастрофа Потому Что Я Не Представляю Мне Кажется Я Не Смогу Поставить Пояс На колесах На Рельсы Правильно Говорить На Рельсы Все Так Да Ну В общем Серьезно Я Я Побаиваюсь Даже Ладно Давайте После Поворота Уже Поговорим Ребят Какой После Поворота Я Кое Как Забрался На Эту Высоту Так Как ФПС Еще Не Очень Высокий То Еще Подлагаю Так Хорошенечко Блин И Вот Придется На такой На Небольшой Скорости Приходить Этот Угол То есть Иначе Вылетит И Все Вылетит Колесо И Будут Проблемы Так Что Ребятки Только После Вот Видели Сейчас Просто Колесо Приподнялось Я Тут Есть Замедленный Режим Можно Еще Замедлить Но Я Не Знаю Куда Еще Медленнее Будем Стараться Еще Медленнее Ехать В общем Надеюсь Что У меня Пройдет Все Нормально И Мы С Вами А Представляете Если Было Бы 5 Вагонов Я Надеюсь В Комментариях Автор Напишет Что У Него Все Было Нормально Что Как Б Серьезно Потому Что Если Он У кого-то Мощный Компьютер У кого-то Не Лагает А у Кого-то Лагает Это Ладно Но Если У него Все Как Б Сразу Из Всех Все Вагоны Здесь Проходят Ну Блин Это Это Просто Нереально Сложно Будет Пройти Вот Эту Территорию Блин Страшно Ужасно Я Даже Не Вижу Что Сейчас Там Происходит Я Боюсь Что У Мне Сейчас Просто Вылетит Где-то Там Уже Если Уже Не Вылетело Какой-нибудь Из Колес Но Медленно Медленно Мы Все Таки Вроде Б Еще Про Преодолеваем Этот Поворот Колеса Ужасно Себя Ведут Вот Серьезно В общем Вернусь Наверное После Прохода Этого Поворота И тут Сразу Еще Подъем Ух Жесть Серьезно Я Не знаю Что Там Что Там В конце Я Не знаю Но Вроде Все Нормально Так Что Давайте Прибавляем Ходу Немножко Поднимаемся В горку Еще Колеса Подпрыгивают На рельсах Еще Один Поворот Еще Один Вагон Я Вижу Еще Один Вагон Рельсы Кстати Готовые Рельсы Которые Можно В принципе Устанавливать Я так Понимаю Заготовочки Видно Что Заготовочки Лежат Круто Но Они Такие Более Как бы Это Сказать Более Узкие Что Ли Вот Там Вот Более Узкий Момент Не знаю Что Это Такое Ну Ладно Поворот Опять Сейчас Будет Очень Медленно Проходить Поэтому Давайте Я его Пройду За Кадром Медленно Медленно На самой Низкой Скорости Насколько Возможно Я прохожу Этот Поворот Ну Вроде Б Фу Фу Получается Конечно Навряд Ли Получится На все 100 Вот Когда Так Он Замедляется Это Самое Страшное Как Раз Кажется Что Сошло С Какой-то Колесо И все Он нормально Не может Поворачивать Будем Сейчас Проверять Понимаете В чем Проблема Я даже Выбраться И посмотреть Не смогу Потому что Я забраться Обратно Не смогу И приходится Вот так Преодолевать Там еще Дерево Мешает То есть Я не могу Увидеть Полноценно Слетело Или там Колесо Или просто Я так Медленно Да По-моему Слетело Да Давайте Глянем Я сейчас Знаю Я понял Как можно Посмотреть На же На соединениях Здесь видно Просвет Как бы Так Здесь получится Пройти Здесь деревья Какие-то В вагонах По-моему Вот здесь Вот Сошло Средь Все-таки Да Вот Видно Видно Эх Не прошли Мы нормально Не прошли Печально Печально Будем Чинить Пришлось Ребята Перетащить Поезд И вот Здесь Есть Немножко Земли И вроде Бо Сейчас Он Встанет Так Вроде Бо Встал Ладно Давайте Посмотрим На вагон Что у нас Здесь Я Даже Не посмотрел На него Сбоку И Это у Железо Ребят Довольно Так Прикольно Четыре Вагона Ой Я поезд Не в ту сторону Повернул Ну ладно Сейчас Переставим Не проблема Четыре Дополнительных Вагона Серьезно Это Это Очень Круто Это Потрясающе Я даже Сказал Конечно Постарался Очень Серьезно Создатель Этой Карты Ну что Ж Ребятки Вроде Все В порядке Можно Отправливаться Это Опять Развилка Да что Что Он Издевается Что ли Так Ну Мы Стали На Вельсе Но Вы Понимаете Да Что Сейчас Может Быть Опять Что Может Произойти И Притом Скорее Всего Произойдет Да Нет Вроде Бы Так Как То Вроде Бы Нормально Вроде Б Нормально Потихонечку Будем Преодолевать И Вроде Б Проедем Конечно Вы Поняли Что Я Не буду Трогать Не Буду Трогать Да Ладно Нет Все Нормально Не Буду Трогать Этот Вагон Я Оставлю На Том же Месте Где Он Стоял Он Недалеко Наход И Вот Ребятки Вот Мы Приближаемся К мосту Который Нужно Будет Обязательно Взорвать И Как Же Его Взорвать После Того Как Вы Переправитесь По мосту На Другую Гору Уничтожите За собой Мост Чтобы Не Дать Возможность Полуросликам Вас Догнать Восстановить Путь Дело Нетрудное А Вот Восстановить Мост Или Приложить Новые Пути Это Уже Значительно Сложнее Поэтому Обрушите Единственный Мост Верное Решение И Как же Его Конкретно Разрушить Это Нужно Будет Представляете Нужно Будет Перегнать Сейчас Нам Поезд На ту Сторону Потом Вылезти Пробежать По путям Обратно Убрать Две Красные Полоски Которые Я сейчас Проехал Две Красные Полоски Потом Вернуться Обратно И убрать Там Красные Полоски Ребят Я этого Делать Не буду Уж Простите Меня Пожалуйста Ну Это Просто Беготня Туда Сюда Ну В принципе И Просто Балки Упадут Ну Тут И так Понятно Как оно Должно Было Сработать Кстати Стоп Я мог Это Сделать Еще Быстрее Я Мог Смотрите Я мог Ну Ладно Не Будем Торопиться В принципе Я мог Проехать Убрать Эти Две Полоски И Потом Доехать До Сюда И Убрать Здесь Две Полоски Но Я Не Знаю Как Отреагирует На Это Весь Железнодорожный Путь Поэтому Не Буду Этого Делать И Мы Поедем Дальше Будем Считать Как будто Мы Разрушили Разрушили Все К Чертовой Бабушке Так Поворот Не очень Такие Ну Они Более Плавные И Здесь Можно Не Сбавлять Ход Но Вот Следующий Поворот Еще Жесткий Становится И Как-то Как-то Опять Придется Похоже Страдать И Мучиться Тормозим Тормозим И Потихонечку Медленно Проходим Этот Поворот Скоро Вернусь Когда Пройдем Надеюсь Все Будет Нормально Потому Что Там Мне Уже Поезд Поставить Негде Будет Вроде Все Проходит Нормально И Посмотрите Сейчас Какой Спуск И Вот Я Не знаю Наваливать Мне Сейчас По нему То есть На полном Ходу Слететь Вниз Или Медленно Спускаться Я думаю Что На полном Ходу Если Я Даже Сейчас Наверное Сдел Вопрос О Газовать Газователи Вот Че То Мы Встали Ребятки Вот Зараза Накаркал Накаркал Посмотрите И вон Я вижу Что Одно Одно Колесо Съехало И Вот Что Мне Делать Теперь Задний Ход Есть Конечно Ну Ну Серьезно Ну Почему Оно Слетело Зараза Понимаете В чем Фишка Я даже Не смогу Починить Сейчас Никоим Образом Этот Поезд Я никак Не смогу Не поставить Его То есть Понимаете Я ничего Не смогу Сделать Я не смогу Его на рельсе Поставить Я не смогу Его даже Он не Вперед Не хочет Двигаться Он вообще По-моему На брюхо Сел Если я не ошибаюсь Да Он похоже Вот здесь Вот поезд На брюшко Сел Или нет Все Все Таки Двигается Может Ладно Спустимся С раненым Колесом Вот Прям На пофиг Давайте Попытаюсь Не представляю Что из этого Выйдет Но вроде Мы как-то Ну вот Только Накаркал Вот Вот только Ехал И сразу Остановились Только Начал снимать Вот ехали Нормально Было Нет Что-то Конечно Жестко Очень Съехало Колесо Прям Пушискачу Я бы Сказал Ну давай Давай Он Он двигается Хотя бы Немножечко Непонятно По-моему Двигается По-моему По-моему И нет Че-то Конечно Непонятно Попытаюсь Что-нибудь Сейчас Сделать Понимаете Вот Вот Где Поломка И Я даже Подобраться К ней нормально Не могу Понимаете Вот в чем Проблема То есть Я нормально К ней подобраться Даже не могу Это печально Вот Любой Сейчас Глюк Любое Какое-нибудь Неправильное Мое действие Я падаю И Все Этот поезд Мне уже Не собрать Конечно Блин И вот как Я серьезно Я не знаю Как Как Чинить Как Чинить Эту Часть Не Представляю Я нашел Конечно же Только Один Выход Это Скопировать Ну как Взять На домкрат Построечку И спуститься вниз И здесь Ее поставить На землю Не буду Ничего Говорить По поводу Того Что Доработано Не доработано Скорее всего Это Косяк Самой игры То есть Где-то Просто Выбило В ненужный Момент Может быть Еще Как-то Невероятнейшим Образом Мне нужно Было Еще Медленнее Ехать Чтобы Ничего Не выбивало Но Факт Остается Фактом Что Как бы Выбило Ну и Ладно Ну и Как говорится Фиг с ним Но Самое Главное Что Преодлевая Все эти Проблемы Преодлевая Эти все Невзгоды Мы Практически Добрались Я прям Сейчас на полном ходу Слечу Конечно же Да Слечу Но Ничего страшного У нас же Есть домкрат Великий И могучий Ну что же Я думаю Вот теперь Вот Вот теперь Точно Мы Добрались Теперь Наверное Точно Конечно Это Немножко Раздражает Это Немножко Бесит То что Вылетает Немножечко Но Ребят Это Нюансы Игры И к сожалению Она Не идеальна Но В этом Ничего страшного Нет Карта Потрясающая Постройка Потрясающая Единственное Наверное Как бы Что сложное Это ФПС Ребят То есть Нельзя Насладиться Полностью Постройкой Нельзя Насладиться Полностью Вот Этим Антуражем Этой Карты Огромнейшее Спасибо Ноунейму За его Труд За его Создание За его Идея Ну и Эту Постройку Вы сможете Скачать Под видео Также Из Тем В группе Вконтакте Всем всего Удачи И пока Субтитры